Здравствуй мир! Сегодня поговорим о сампе. Что такое самп? Для чего предназначен? Можно ли без него? Давайте сначала разберемся, что это за слово такое самп и что оно означает. Многие ошибочно считают, что это аббревиатура, которая как-то расшифровывается. На самом деле это не так. Это сленговое английское выражение, имеющее много смысла в зависимости от формы потребления. Слово самп в зависимости от смысловой нагрузки означает коллектор, картер, поддон, сборник масла и так далее. В морской аквариумистике это слово уже стало нарицательным и не переводится. На всех языках оно одинаково звучит и означает, что речь идет о емкости, которая находится в тунге под аквариумом. И набита доверху разными устройствами. Самп чаще всего делает из того же стекла, что и аквариум, либо из акрила. Размер сампа не зависит от размера аквариума. Размер сампа определяется размером оборудования, которое будет в нем располагаться. Но не ограничивается этим. Размер сампа может быть и больше, чем надо для размещения оборудования. Если место позволяет, тем более можно сделать его побольше для всяких разных проектов на будущее. Далее мы рассмотрим различные варианты исполнения сампов. Сразу скажу, варианты исполнения не могут быть правильными или неправильными. Они разные, но все функциональны. Все зависит от того, какие цели и задачи преследует аквариумист. Первый вариант, который мы рассмотрим, это классические три отсека. Слив воды осуществляется в первый отсек. В этом же отсеке находится пенник и различная химия. Второй отсек занимает водорослей. В третьем отсеке находится возвратная помпа. В данном случае долив пресной воды осуществляется вручную либо из отдельной емкости при помощи автодолива. Далее будет следовать различные варианты классического сампа с увеличением или уменьшением количества отсеков. Четыре, пять, шесть отсеков и более. Самп с двумя отсеками. В первом отсеке находится всевозможное оборудование и химия. Во втором отсеке находится возвратная помпа. Далив производится вручную либо из отдельной емкости при помощи автодолива. При такой конфигурации сампа аквариумист полностью отказывается от водорослевика, рассчитывая исключительно на механическую фильтрацию воды. Самп с тремя отсеками, в котором возвратная помпа находится во втором отсеке, то есть посередине. Слив осуществляется в первый отсек, в нем же находится пенник и химия. Во втором отсеке находится возвратная помпа. В третьем отсеке расположен водорослевик. Сообщение водой в водорослевике происходит через байпас от возвратной помпы, либо отдельной циркуляционной помпой, которая расположена вместе с возвратной помпой во втором отсеке. Далив воды производится вручную или из отдельной емкости при помощи автодолива. Такой вариант сампа дает возможность отключать водорослевик и использовать его как карантинник. Это три варианта сампа чаще всего используют при строительстве системы морского аквариума. Как вы сами понимаете, сампа это просто емкость, в которой расположено оборудование. Габаритные размеры и количество отсеков определяется необходимостью расположения оборудования и личными предпочтениями каждого аквариумиста. Соответственно, модификаций сампа может быть обширное множество. Три варианта мы рассмотрели и этого достаточно. Часто встречающиеся вопросы среди новичков это можно ли запустить морской аквариум без сампа? Мы с вами поняли, что самп это всего лишь емкость, в которой расположено оборудование отвечающее за фильтрацию. Если мы можем разместить это оборудование вне сампа или можем отказаться от оборудования в принципе используя альтернативы и схемы фильтрации, то самп нам не потребуется. Соответственно, ответ на вопрос да, без сампа можно, но лучше конечно же с ним. Лучше в плане удобства. Также надо упомянуть о том, что самп является довольно таки шумным агрегатом. Помимо шумящих помп, от сампа исходит звук переливающейся воды и шипение лопающихся пузырьков воздуха. Для снижения уровня шума журчания воды, перегородки в сампе делают под наклоном по ходу течения воды. Таким образом, удается достичь бесшумного перелива воды между отсеками. Вот собственно и все, что я хотел вам рассказать. Выпуск подготовлен специально для новичков сообщества морской рифовый аквариум. Если вам понравилось, вы знаете, что делать. Присоединяйтесь к нам, учитесь и получайте удовольствие от процесса. Всем удачи, до свидания.